Авангардная кража Пиньки, опилки и бревна Ну кого вот, как говорится, не отсохли, руки отпилить Почему 70 деревьев в лесопарке Лебяжье пошли под вырубку, выясняла Альбина Минебаева Льготные кредиты в зелье Без микрозайма мы не знали, как встать на ноги Способны ли микрозаймы помочь бизнесу, выясняла Александр Севастьянова Сезонное наводнение Если здесь каждый год не вырезать, то значит это лес получится О том, как в Казани справляются с весенними паводками, в сюжете Сергея Хайдарова Присвоив 15 миллионов рублей, можно остаться на свободе Сегодня набережно Челнинский городской суд вынес неожиданное решение в отношении экс-директора управляющей компании «Авангард» Сергей Чванов обвинялся в нецелевом использовании денег К тому же по материалам дела в его кармане осели средства жителей, собранные на капитальный ремонт Тем не менее суд выбрал условный срок Защита Сергея Чванова построена на отрицании вины, а подозревают его в хищении 15 миллионов рублей По версии следствия, получив деньги от собственников жилья, мужчина не расплатился с поставщиками услуг Да и средства, собранные с жителей на капитальный ремонт, присвоил Часть из собранной суммы, а именно более полутора миллионов рублей, подозреваемый присвоил Также получив деньги от собственников жилья, он не расплатился с поставщиками, а присвоил деньги в сумме 13 миллионов рублей себе Ущерб понесли три компании Татэнерго, Челны водоканалы, генерирующая компания Общая сумма потерь 15 миллионов рублей Гособвинение просило наказать Чванова исправительными работами Но суд приговорил его к одному году лишения свободы условно Условное наказание может быть через полгода снято Или через год, как ему было присуждено Государственное обвинение данный приговор пока не обжалует Данный приговор будет обсужден прокурору города Евграфов После того будет принято окончательное решение Напомним, в отношении другого директора скандальной управляющей компании Татьяны Мухиной Которая возглавляла авангард уже после Сергея Чванова Также было возбуждено уголовное дело На днях оно будет передано в суд Альбина Слагараева, Гузель Шигапова, ТНВ, Набережная Челны Вся страна сегодня обсуждает происшествия в Ленинградской области Водитель решил проучить ребенка, что стрелял по машинам из игрушечного пистолета Мужчина сначала наехал на мальчика, а потом поставил его на колени И отчитывал, пока не приехала полиция Тем временем стало известно, что казанскому автолихачу, протаранившему международный аэропорт Все же грозит уголовная ответственность Чем обернется его дорога в аэропорт, расскажет Радик Фархулин Так дело было в декабре, когда пьяный водитель захотел заехать в аэропорт Казани А сотрудники полиции не смогли ему помешать Сейчас в правовом поле это дело приняло уголовный оборот По статьям применения насилия в отношении представителя власти Умышленное уничтожение чужого имущества и хулиганство После проведения необходимых следственных действий Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу Оснований полагать, что обвиняемый уйдет от уголовной ответственности И не будет привлечен к ней никаких нет Обвиняемому водителю Руслану Нурдинову грозит до 7 лет лишения свободы Сейчас он находится под стражей в СИЗО Сегодня данная мера пресечения была продлена сроком до 22 мая В настоящее время ведется следствие Добавим, что Руслан Нурдинов свою вину не признает Ущерб же Казанскому аэропорту оценивается в 9 миллионов рублей Радик Фархулин, Дмитрий Аринин, Айгуль Бодрудинова, Алексей Алексеев, ТНВ Казань Сегодня силовики задержали 15 лидеров и активистов Запрещенной в России международной террористической организации Хизбут-Тахрир-Аль-Ислами Обыски прошли одновременно по 30 адресам В Казани, Бугульме, Высокой горе и в некоторых районах Правоохранители обнаружили литературу и атрибутику символикой Хизбут-Тахрир Сами подозреваемые добровольно отказались выдавать запрещенные книги и предметы Также изъяты записи с именами завербованных агентов Ранее следователями и управлением ФСБ по республике было возбуждено 13 уголовных дел В ходе обысков по 30 адресам в Казани, Бугульме, а также в Высокогорском, Зеленодольском, Нижниканском и Нурладском районах Изъято большое количество запрещенной литературы Хизбут-Тахрир Флаги организации, блокноты с записями о завербованных членах террористической организации А также отчетные документы на электронных носителях, подтверждающие агрессивную антиконституционную работу среди мусульман республики Пеньки, бревна и опилки в лесопарке Лебяжье 70 деревьев вырубили под корень Жители казанского поселка Юдина обеспокоены Их парк лишили здоровых и многолетних сосен Но в лесничестве готовы им возразить Мнение сторон сегодня выслушала Альбина Минебаева Надо же, ну кого вот, как говорится, не отсохли руки отпилить Ну мы сперва подумали, бурелом какой-то был упали Но потом увидим уже так, все структурировано лежит явно рук человеческих Возмущению жителей Юдина нет предела Пеньки, допилки, все что осталось Некогда красавицы, сосны Теперь бревна Казанцы требуют вмешаться экологов Эти больные, не больные Это прорежение какое-то идет в лесопарковую зону Может и санитарная очистка, не знаю Срублены аккуратно сложные Скоро эти бревна увезут на дрова, но это еще не все бывшие деревья Часть деревьев до сих пор находится в лесу Но из других бревен местные отдыхающие приспособили их и сделали место для отдыха Вроде вот толщина мертвого дерева меньше кажется, да Но она уже нездоровая Все вырубленные сосны сухостой утверждает лесник парка Лебяжья И деревья могли упасть на отдыхающих Этой зимой мы, значит, перели Вот по лыжне, по основной дороге перели Определенный участок обследовали Специалистами комитета внешнего устройства И есть заключение, что необходимо снести 70 деревьев В стилях предотвращения распространения Вредителей болезни леса Документы на вырубку были подписаны в январе По ним и пошли под топор 70 сосен Теперь лесничеству, возможно, придется компенсировать потери Если в данном лесном массиве имеется хороший подрост А вот эти больные деревья, они мешают их росту То в этом случае компенсационные посадки могут быть и не прописаны Саженцы хвойных деревьев появятся не раньше осени Не останется ли это обещанием и не продолжится ли вырубка Бдить за ситуацией остается неравнодушным казанцам Альбина Минебаева, Алексей Алексеев, ТНВ, Казань Домашнего ареста не будет Верховный суд Республики сегодня оставил под стражи Экс-председателя Татфонбанка Роберта Мусина Он будет в СИЗО до 16 апреля Напомним, он подозревается в мошенничестве Сегодня Роберт Мусин на заседании не присутствовал Его не было ни в зале, ни по видеосвязи Подозреваемому Мусину Роберту Ренатомичу Меры пресечения в виде заключения под стражу Оставить без изменения апелляционного жалу адвоката без удовлетворения Микрозайм для макродел Льготные крезиты не просто помощь, а страховка для бизнеса Пострадавшим предпринимателям продолжают выдавать деньги под низкие проценты Число обратившихся ограничивать не будут Заверили сегодня нас в Минэкономике Как благодаря помощи сохранили и производство, и рабочие места Расскажет Александр Себастьянов Количество микрозаймов, которые выдает фонд в поддержке предпринимателей С каждым днем увеличивается Льготных кредитов уже выдали почти на полмиллиарда рублей Три миллиона из этой суммы получил бизнесмен из Зеленодольского района Производство пострадавшего предпринимателя сейчас идет полным ходом Крах банка бизнес не распилил На расчетном счету в статфонбанке у Наиля Сатарова осталось 7 миллионов рублей Там же зависли и средства на покупку новой техники Микрозайм очень хорошо помог Без микрозайма мы не знали, как встать на ноги Как рухнул татфонбанок Мы очень потеряли много денег На кредит закупили сырья, выплатили зарплаты, вернули налоги И бизнес не пострадал, и людей сокращать не пришлось Здесь в двух цехах трудится 28 человек Сами лес рубят, сами обрабатывают Спасают и стабильные закупки среди клиентов крупные татарстанские заводы Здесь делают доски, брусы Какой завода есть заказ По этим заказам мы делаем здесь доски уже Любой размер Благо объемы не уменьшали Как работали, так и работают, уверяет Наиля Сатаров Уверяют и в Минэкономике Помогут всем обратившимся Число бизнесменов лимитировать не будут Льготный кредит могут получить все желающие Которые в прошлом несвоевременными выплатами свою репутацию не запятнали Несколько процентов, конечно, инфляция растет все равно Для нас это очень хорошо Хорошая программа, выгодная программа для нас Как можно здесь сделать потолок? Потому что программа сейчас работает, предприниматели обращаются И сейчас у нас никаких проблем не возникает Все работает в штатном режиме, денег достаточно В ближайшие дни должна стартовать еще одна программа поддержки Лизинговая Такого рода платежи будут субсидировать Этот вид помощи уже одобрило предпринимательское сообщество Александр Севастьянов, Ринат Сафин, ТНВ, Казань, Зеленодольский район Большегрузом в Казани не место С 15 апреля вводятся ежегодные весенние ограничения движений для фур В мэрии считают, что это позволит сохранить казанские дороги Большегрузы смогут ездить по городу, получив специальный пропуск Ограничение не распространяется на пассажирские перевозки Перевозку продуктов, животных, удобрений и других социально важных грузов Еще одна весенняя мера В районах Татарстана начались противопаводковые работы К поймам рек и мостам отправились специальные санитарные бригады Сейчас в зоне риска поселки, дачи и огороды О том, как несколько человек могут спасти от подтопления сотни людей Расскажет Сергей Хайдаров Треск деревьев и шум бензопилы нарушили тишину реки Нокса Уже несколько дней здесь работают сотрудники одной из управляющих компаний Но природозащитникам беспокоиться не о чем Все действия санитарные Так Нокса избавится от лишнего мусора, деревьев И риск, что река выйдет из берегов, будет минимальным В этом году погода играет нам хорошую роль Очень хорошая погода И весна ранняя, соответственно Я думаю, что такого половодия не будет, как в прошлом году Такая уверенность оправдана В Казани работает не одна подобная бригада санитаров Вооружившись инструментами и веревками Они успевают держать под контролем все водные объекты столицы Очистка подобных рек достаточно трудоемкий процесс Осложняется он тем, что ни одна специальная техника близко сюда подъехать не может Данной бригаде была поставлена задача очистить 5,5 километров реки Нокса На это требуется время, ведь из-за большого объема работы В день бригада преодолевает 300 метров реки Движению весенней воды препятствуют плотины, построенные бобрами Для местных жителей их уничтожение спасение Тем более, как показывает время, это никак не влияет на популяцию животных Участок Вазыха-Каримова от реки отделяют каких-то 100 метров С паводком он борется уже четвертую весну Рассчитывает только на себя Здесь сами чистим мы Три раза вызывали трактор Каждый раз по тысяче рублей Дачникам и садоводам не всегда удается подготовиться к половодию Им в помощь управляющие компании Санитарные работы на поймах рек продолжатся до начала апреля Сергей Хайдаров, Алмаз Диединов, ТНВ Казань Воды сегодня было много и на проспекте Ямашево в Казани Возле одного из торговых центров столицы Из-под земли забил 6-метровый фонтан Инцидент произошел в результате коммунальной аварии Из-за чего на дороге образовалась пробка Очевидцы происшествия сняли видео и выложили в соцсети Кадры моментально распространились по интернету Вы смотрите новости Татарстана Вот о чем далее Без вложений не ждать урожая Урожай будет, семена будет, зерна будет За что аграрии получат миллиарды Ответы на подготовки к посевной Поискал Рамиль Шайдулин Сказочные платья, фраки, польки и минуэты Для них такая своеобразная дискотека, можно сказать В Казани, в самом центре города, прошел бал Подробнее о котором расскажет Елена Новгородцева В Татарстане появится своя школа хоккейных тренеров А для топовых игроков создадут лучшие условия Не уступающие НХЛовским Сегодня президент Татарстана определил новые задачи Перед новой академией хоккея имени Юрия Моисеева На базе Акбарса прошло первое заседание попечительского совета Задача академии повысить уровень хоккея в Татарстане Для этого планируется создать школу для тренеров И разработать новые пособия Вторая задача это решить вопрос с оттоком топовых игроков Все чаще талантливые хоккеисты предпочитают нашим командам за океанскую лигу Этот вопрос необходимо решить, заявил сегодня президент Татарстана Талантливые ребята, значит, в эйфории, что там за океанами их ждут, там какие-то эти Они уезжают и многие теряются Во-вторых, они должны здесь уже уезжать состоявшимися хоккеистами Потому что, ну как, он учится и, значит, в школе учится это Восемнадцать лет у него наступает время службы в армии, он на раз уехал Это неправильно Разрабатывая в Академии необходимые методики Программы подготовки тренеров Программы подготовки дальше детей уже этими тренерами Мы будем готовить и тренеров Для этого уже существуют лицензированные учебные заведения Как Павловская академия физкультуры Будет задействован Альметьевский спортивный колледж Прогресс дошел до того, что свет стал умным, а тепловые пункты планшетными Сегодня в Казани презентовали весь свет энергетики и ресурсосбережения Показать свои достижения приехали более ста компаний и разработчиков со всего мира До чего додумались люди и какие решения уже могут принимать сами приборы Увидел Дмитрий Аринин Ставлю белый лист, то отражение от него увеличивается Этот свет у них умным зовется Казанские разработчики придумали светильник, который с помощью датчика Сам знает, когда ему включаться, а когда выключаться Без вмешательства оператора может регулировать уровень освещения В зависимости от внешнего источника, допустим, солнца появилось На разные зоны можно делать такие процедуры А так, с помощью заряда электричества можно взбодрить ресурсы человеческие Из Москвы на выставку привезли портативный массажер глубокого действия Для любого человека это актуально Это глубокая мышечная стимуляция Стимуляция Импульс проникает на несколько сантиметров в тело Зарядный, что сокращаться не производится, но сильнее Главный же литмотив выставки, как усилие человеческие Направить на сокращение ресурсов энергетических Свои звенья в этой огромной цепи в Казани представили более 100 компаний и разработчиков 18-й год подряд мы проводим эту выставку Это прекрасная площадка для ознакомления с самыми современными решениями Для обсуждения проблем В деле энергоэффективности Татарстан один из лидеров России Так за последние годы энергии в производстве стали расходовать на четверть меньше В целом по стране экономия тоже существенная Буквально цифру на заводе С экономией за 5 лет 300 миллионов тонн условного топлива Так, для сравнения, это почти треть всего потребления России за год Смотреть, что уже есть и обсуждать, что еще можно сделать, будут еще два дня Симпозиум специалистов даже обретет формы ток-шоу и квест игры Дмитрий Иринин, Марат Саидгараев, ТНВ, Казань Лидеры в энергосбережении, экономический и экологический эффект от модернизации на заводах Нижнекамск-Нефтехима Оценили на республиканском уровне Предприятию вручили диплом за первое место на международной выставке Президент республики и заместитель министра энергетики России Антон Инюцин у стенда Нижнекамск-Нефтехима Гостям презентуют проект производства изопрена Он уже в работе Экологический эффект оценен, экономический эффект подсчитан Предполагает увеличение выпуска изопрена до 330 тысяч тонн в год Сегодня компания выпускает 185 тысяч тонн в год То есть полтора раза увеличится производство изопрена И кроме этого мы снизим значительное энергопотребление на это производство Снизится потребление электроэнергии, топливного газа и воды В результате увеличения рентабельности и снижения себестоимости Все это оценили в рамках конкурса «Энергоэффективное оборудование и технологии» В итоге диплом победителя Нижнекамск-Нефтехим за модернизацию производства изопрена До 333 тысяч тонн в год на заводе изопрена Мономера Тем временем энергоэффективность и ресурсосбережения Приоритетные направления для предприятия Модернизация продолжается Альбина Слагараев, Рина Цаффин, ТНВ, Казань ТОП-50 сегодня в Москве озвучили рейтинг эффективности депутатов Госдумы Так называемые КПДК Цель полезного действия каждого народного избранника Высчитывался по четырем критериям Народный рейтинг, рейтинг активности, медиарейтинг и экспертный В опросе участвовали 380 тысяч респондентов По итогам депутата Татарстана Александр Сидякин Занял почетную 13-ю строчку в ТОП-50 Сегодня эта информация прозвучала в Москве на пресс-конференции в Итартас Мы полагаем, что работу депутатов территории Могут оценить не только жители и граждане во время избирательной кампании Но и эксперты непосредственно в период между выборов Что это за люди? Это журналисты политические, это политтехнологи Это политологи из всех наших регионов 20 миллиардов рублей на весенние полевые работы в Татарстане Началась активная фаза подготовки к посевной Из-за роста цен на удобрения и запчасти стоимость работ выросла В этом году изменилась программа кредитования и субсидирования аграриев Ставка 5% годовых, это в два раза ниже, чем ранее Станет ли теперь крестьянину легче, выяснял Рамиль Шайдулин Новые запчасти, турбины и генератор Если подходить по критериям Заемчик не должен находиться в процессе ликвидации либо реорганизации У клиента должен быть статус налогоплательщика Российской Федерации Он должен быть также зарегистрирован в Российской Федерации А у клиента не должно быть просроченной или неурегулированной задолженности Перед бюджетной системой Российской Федерации Но на селе другие препоны Льготы без проблем получают крупные холдинги А тем, кто поменьше, тяжелее Подтвердить платежеспособность почти нечем В парке крупной агрофирмы Камско-Устинская Не наберется и 20 тракторов Им по четверть века, но нагрузки как на новые Мы обычно до сми работаем, с этим положением уходим Посевная ставит задачу с каждого гектара Собрать не меньше 25 центнеров урожая В прошлом году было меньше Но говорят, что и не слышали о кредитовании С новыми условиями, новые возможности В этом году здесь хотят получить не меньше, чем в прошлом Хотя бы потому, что заказали новый вид злаков Ячмень сорта нурн должен дать больше урожая, чем прошлогодний орлан Заказ уже оплачен, с этим проблем не возникло Он в мешках придет, тонна семена Это мы берем элита семхоз Тонна будет и все мы сеем Посевную ждут в середине апреля По ее итогам заметного обновления Сортов зерна и видов техники Чтобы дотянуть до средних показателей республики Рамиль Шайдулин, Андрозентальцев, ТНВ, Камско-Устинский район Сегодня в Казани давали бал университетский Когда-то давать бал было очень дорогим удовольствием для принимающей стороны Излюбленное развлечение публики 19-го столетия востребовано и два века спустя Кто давал балы, по какому случаю, узнала Елена Новгородцева Полонез, полька, вальс или кадриль На этом мероприятии танцевальная программа исключительно прошлых веков Дамы и кавалеры стараются изящно скользить по паркету Как в те былые времена Правда, у нынешних участников светского мероприятия Будущие профессии никак не перекликаются с многовековой историей Все они учащиеся IT-лицеи при КГУ Меня интересует история, то есть Не знаю, как это объяснить Но просто нравится чувствовать вот эту атмосферу, вот этот бал Вот эта грациозность, красоту, не какие-то вечеринки В пятый раз проходит весенний бал Ежегодно для мероприятия выбирают определенную тематику В сценарий нынешнего события вплелась история рок-оперы Юнона и Авось К выбору бальных нарядов участники подошли с особым пиететом Во всяком случае, глядя на танцующих, можно с точностью сказать Здесь проходит бал Для них такая своеобразная дискотека, можно сказать Но в основном это, конечно, погружение в историю, погружение в традиции нашего народа, великой страны Кто не знает прошлого, того нет будущего, это точно У всех лицеистов, как прошлых веков, так и нынешнего столетия, особенные отношения После бала все обнимаются подружески Это говорит о том, что мероприятие прошло на слабом Елена Новгородцева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов 112» Остановить смог только столб на проспекте Победы Лада протаранила «Инфинити» и перевернулась на трамвайных путях Все подробности через несколько минут Но все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время» Далее о спорте, о погоде и до встречи в 21.30 В поисках выгодного предложения ипотеки вы обходите много адресов Заоблачная, высокая, средняя, рыночная Но если вы ищите низкую ставку, запишите Выгодная. Банкаверс. Здесь живет доступная ипотека с государственной поддержкой Банкаверс. Доступная ипотека здесь В автоцентре Марка. Невозможное. Возможно Купи новый Ниссан 2017 года по прошлогодней цене Звони 4 пятерки 3 единицы Мобильная связь «Летай» Для атлетов, для автолюбителей, для экстремалов, для меломанов Это большая сеть 4G 50 гигабайт 4G за 180 рублей в месяц В клинике Меделл уникальное лечение варикоза ног на любой стадии В клинике Меделл уникальное лечение варикоза ног на любой стадии Подбираешь себе автомобиль? Хватит думать Только в марте в Транссехсервис Volkswagen Polo за 509 900 рублей И Volkswagen Tiguan за 1 миллион 99 тысяч рублей Позвони сейчас Volkswagen Артрит, остеохондроз, гипертония От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского завода Алмак-01 В марте весенние цены на Алмак-01 В аптеках Алия, Бережная аптека и сети Казанские аптеки Наркологический центр Эра Лечение, реабилитация алкоголизма и наркомании Профессиональный подход Точка отсчета в вашей трезвости Кан Авто, официальный дилер автомобилей УАЗ В марте увеличил выгоду до 110 тысяч рублей Приезжай и обменяй свой автомобиль на новый УАЗ Патриот И получи дополнительные подарки Кан Авто, 230-30-30 В магазинах Идеал еженедельные поступления обуви из Испании, Сербии, Турции и России В лаборатории Манол каждый день кипит работа Наши инженеры разрабатывают новые формулы Чтобы двигатель работал чище, стабильнее, мощнее Только в клинике ФармТе лечение аденомой простатиты на израильском аппарате Термекс За 20 лет в мире установлено более 500 аппаратов и проведены миллионы успешных процедур Без боли, без операции за один сеанс Весь март прием уролога с УЗИ всего 500 рублей Только до конца марта Лада Веста с выгодой до 30 тысяч Лада Гранта до 60 тысяч И Икс Рей до 90 тысяч рублей Подробности на сайте Парус.Лада.Ру Автоцентр Парус Добрый вечер, новости спорт на ТНВ В студии Алмаз Гафиатов Хоккейная битва будет продолжена и точно не завершится в Казани Третий полуфинальный матч между Акбарсом и Авангардом подарил зрителям много эмоций В отличие от омских встреч, уже первый период выдался богатым на заброшенные шайбы На перерыв хоккеисты ушли при счете 3-1 В составе Барсов отличились Лукаянов, Попов и Глинкин На что Илья Зубов ответил одним взятием ворот Казалось, ко дню рождения Белелединова готовится очередной подарок Но казанцы не смогли удержать победный результат Все тот же Зубов и Валентин Пьянов перевели игру в овертайм Дэвид Бут точным броском возвращает интригу в серию Четвертый матч пройдет завтра в Татнефть-Арене Дальше команды переедут в Омск Я думаю, что проявили и характер, проявили и желание, и терпение И я думаю, что самое главное, мы выворачиваем серию под себя Это самое главное В Казань собрались лучшие представители юношеского кудо В спорткомплексе Батыр прошло первенство Приволжского федерального округа по восточному единоборству 72 спортсмена разыграли путевку на чемпионат страны Кудо – уникальный вид единоборства, включающий в себя элементы карате, дзюдо и тайского бокса Для любителей контактных видов, пожалуй, самое лучшее направление Здесь и динамика, и скорость, и минимальное количество ограничений по ударам По итогам турнира лучшие спортсмены в своих весовых категориях заявились на первенство страны Который пройдет в апреле в Москве Татарстанские спортсмены сейчас набирают обороты год от года Тоже прибавляют в своем классе, в уровне и ударной техники, и борцовской техники Поэтому за них болеем отдельно и желаем успеха на татаме Заслуженный мастер спорта России по шахматной разновидности ГО Александр Динерштейн стал чемпионом России в быстрой программе Наш спортсмен выиграл все шесть встреч и уверенно стал победителем турнира в Санкт-Петербурге Тем временем в шахматной школе имени Нажмыдинова состоялось очередное первенство республики Среди мальчиков и девочек до 9 лет В соревнованиях приняло участие 220 юных шахматистов из всех районов Татарстана Все партии проходили по швейцарской системе в 9 туров В призерах представители Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска и Зеленодольска И это все новости о спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте, в эфире прогноз погоды Завтра в Татарстане ожидается сухая погода без существенных колебаний температур На юго-востоке в Бугульме Бавлы-Ознакаева переменная облачность без осадков Ночные температуры до 9 мороза, днем минус 1 На северо-востоке в Елабуге, Октаныш и Нижнекамске ночью возможен небольшой снег минус 4 Днем без осадков и 0 градусов На севере Татарстана, Менделинске, Агрызе, Менделеевске ночные температуры до 10 мороза Днем столбики термометров покажут 0 На северо-западе переменная облачность, дневные часы возможен небольшой снег Ночью минус 4, днем около 0 градусов Малооблачная погода без осадков на юго-западе республики Ночные температуры до 7 мороза, днем воздух прогреется до плюс 2 В центральных районах осадки не ожидаются Ночью минус 6, днем около 0 градусов На улице настоящая весна Самое время гулять почаще на свежем воздухе и наслаждаться погодой Завтра в Казани без осадков Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем около 0 градусов Ветер южный 4,6 метра в секунду Атмосферное давление 764 миллиметра ртутного столба Влажность воздуха 64% Магнитное поле Земли спокойное О погоде все В студии была Лейла Латыпова До встречи на ТНВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин